Власти Крыма с 25 октября вводят дополнительные ограничения для жителей и гостей полуострова. Так, бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или сертификата о перенесённом COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления. Кроме того, с 25 октября посещение кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, цирков возможно только при наличии сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Власти Таиланда опубликовали список из 46 стран, граждане которых могут с 1 ноября прилетать в любые провинции государства без соблюдения изоляции. Россия в этот перечень не вошла. Так, королевство отказалось спускать туристов из России без соблюдения обязательного карантина. Как заявили в Генконсульстве России на Пхукете, перечень стран, гражданам которых будет разрешено пересечение границы без соблюдения изоляции, обновят 15 ноября. При этом отмечается, что российские путешественники смогут прилетать без карантина только в те провинции, которые входят в программу «Песочница». Чтобы свободно перемещаться по стране, граждане России должны пробыть в Песочницах минимум 7 дней. С 7 ноября власти Кубы отменят обязательный карантин для иностранных туристов. Также с 15 ноября прекратится проведение ПЦР-тестирования на границе. Ослабление ограничений коснется как путешественников, так и самих кубинцев. Все прибывающие на курорт будут должны предоставить так называемый паспорт здоровья или международный сертификат о вакцинации против коронавируса. При этом отмечается, что органы здравоохранения в аэропортах продолжат выборочное тестирование туристов. В случае отсутствия указанных документов, прилетающий обязан предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки. Новые правила для отправляющихся в Индию. Теперь туристы должны зарегистрироваться на портале AirSuitha и загрузить туда ПЦР-тест на COVID-19, который сделан за 72 часа до поездки. При этом указано, что заявитель обязан подтвердить, поставить согласие в соответствующей графе, что загружаемая им справка подлинна. В случае выявления подделки документа путешественник будет привлечен к уголовной ответственности. Уточняется, что на борт самолета не будут допускаться пассажиры, не заполнившие заранее форму самостоятельной декларации и не загрузившие результаты ПЦР-исследования. Кроме того, в посадке может быть отказано отдыхающим, у которых имеются симптомы заболевания. По прибытии туристы должны будут пройти процедуру термометрии и предоставить медицинскому персоналу аэропорта заполненную онлайн-форму самодекларации, для чего пассажирам рекомендуется скачать специальное мобильное приложение. Далее вступают в силу другие правила. Если путешественник прибывает из страны, с которой Индия имеет договоренности относительно взаимного принятия одобренных ВОЗ препаратов против коронавируса, то прошедшие полный курс вакцинации отдыхающие могут покинуть здание аэровокзала без соблюдения режима изоляции. Непривитые или частично привитые туристы должны сдать тест на коронавирус и в течение семи дней находиться на домашнем карантине. На восьмой день пребывания в стране им необходимо пройти повторное исследование. Если отдыхающий прибывает из страны, не входящей в категорию А, то независимо от статуса вакцинации он обязан уйти на недельную самоизоляцию. Список стран категории А является динамическим, его отследить можно на сайте МВД Индии.